Намасте! Чем делать по жизни? Чем делать по жизни? Хуем! Как перестать ненавидеть родственников, которые тебе постоянно лезут со своими советами и указаниями, как повзрослеть, смотреть мои видео. Я про это все рассказываю. Просто знай, что еблан или ебланка – это ты, не родственники. Родственников нет. Если понимаешь, что все хуйня, значит хуйня ты. Ты хуйня. Не все хуйня, а ты хуйня. Я смотрю уже месяц, все равно скатываюсь. Что это? Ага, да. Смотришь тоже? Теперь подошел. Он тоже смотрит эфиры. Детство. Я смотрю уже месяц. Все равно скатываюсь обратно в детство. Знаешь, ну все, элла есть. Что думаешь, так просто это дается? Потому что прийти, знаешь, в монастырь Шаолин, там, овладеть седьмым данным кунг-фу и сказать, на первый месяц, там, не сказать, мне ничего не получается. Всю жизнь этому посредить надо. Всю жизнь этому. Это всю жизнь будет эта школа. Работай, пробуй. Учись. Потихонечку распакуется умом. Увидишь, что все это ты. Это очень просто будет. Этот момент такого осознания вот этого, он будет вообще очень естественный, как в детстве. Как будто ты вот станешь ребенком в этот момент. Ощутишь, что ты ребенок. Такие состояния испытывают люди, когда после наркоза выходят. Вот как из-под наркоза выйдешь. Потихонечку наблюдай, наблюдаешь работу над собакой. Сразу, что хочешь волшебную конфету, не получится. Почему? А почему хуйней надо перестать быть? Ну все хуйня, надо понять. Все хуйня, все он правильно сказал. Я понял, что все хуйня. И ты хуйня. Вот базовое состояние. Ты хуйня. Можешь поиграть в то, что ты не хуйня. Что ты что-то такое важное в этой жизни. Поважничать. Надеть какую-то одежду. Пройтись петухом таким важным. Типа не хуйня. Но изначально ты хуйня. А можно придать этой хуйне себе какой-то вид. Очечки надеть, блять. Бородку подкрасить. Чего-то говорить кому-то, как я. Вот это вот моя игра. Я вот отвечаю на вопросы. Ни хуйня. Помогаю. Начни помогать. Не будешь хуйней. Оказывай кому-то помощь. Но только тем, кто просит. А не лезь никому в жизнь. В их душу не влезай. С помощью со своей. Я им, а они мне ничего. Я им помогаю. Я им все делаю. Не надо никому ничего делать. Погоди. Не попросит искренне. Только не будут вытягивать из тебя последние, да? А попросит искренне. Не материально, не бабок там попросит. Привет. А действительно то, в чем ты можешь быть полезным. В том, что ты знаешь. Попросит совета в том, в чем ты мастер. Пойми, в чем ты мастер. Чем ты можешь быть полезным. Ну, понимаю. Должен знать, что когда ты кому-то оказываешь пользу, ты прежде всего полезен себе в этот момент. Сам факт вот этого контакта, связи, соединения в момент помощи. И есть более важный, чем сама помощь. Связь. Происходит у тебя связь. Если нет, если тебя бартанули нахуй послали. В этот момент. Ну, или... Знаешь, это все тоже провокация. Что Дон Хуан переодетый в еблана. Продолжает тебя ебланить. И ты такой, опа. И смотришь в это чувство. А дальше уже понимаешь, как то, что было сделано тобой как пользу для другого, ты можешь использовать для себя. Например, сделал какую-то работу для кого-то. Решил помочь. Решил повзаимодействовать. А ты чего-то неблагодарный к тебе отнесся. Ну, ты как бы... Не заметил. На самом деле это... Потому что слишком много ждал. Ждал, что сейчас тебя будут благодарить. А тебе сказали, соси хуй, блядь. За ту... За ту... За ту проделанную вообще какое-то невероятное... Делание, комбинацию какую-то ты... Сотворил для... для кого-то. А тебе сказали, иди нахуй. Я такой, оп. Скорее всего, это значит... Про себя думай. Значит, тебе... Ты сам можешь реализовываться. Ты сам можешь... Вот то, что ты сделал для кого-то, можешь делать сам для себя. Да, люди включают программу, начинают пороть хуйню. Но... Ты же должен понимать, что это программа. Она сама включается. Люди не включают ее. Они не зависят. Ты ничего не можешь поделать. То есть, я просто... Тебе попадает это вот... Микроб. И начинает тебя жрать. И тебе кажется, что ты как бы принимаешь решение. А это вот этот микроб за тебя все делает. Поэтому я, когда от тебя отворачивается, я этим людям только сочувствую. Или я им благодарен за этот момент, потому что они в этот момент они жертвы. Они вынуждены играть эту роль для тебя. И ты из этого... Из того, что они как для тебя играют... Белые швы в этой... Ты... Из... Извлекаешь из этого урок. Соответственно, ты должен быть им благодарен за этот урок. Потому что те чувства, которые они в тебе вызывают, являются поводом для того, чтобы с этими чувствами работать. С этими ощущениями. Потому что никого в этом мире нет. Да? Это все ты. Это все твои отражения. Вся эта реальность. Это отражение процесса твоего подсознания. Из вот этого бардака, в который... В котором находится твой шкаф. Вот в твоем шкафу бардак. И вот это весь вот... А по-другому быть не может. Ты как ни убирайся там, оно все время будет вот такими вот... Такой дичью отражаться вокруг. И у тебя есть выбор. Воспринимать это как дичь или как... Просто... Ну... Элемент игры. Как некую... Просто сюжет. Сюжет, который ты можешь складывать интересным для себя образом. Всегда видеть в этом пользу. Ну... Всегда видеть начало чего-то очень интересного. Или... Возмущаться этому. И с этим бороться, спорить. Доказывать. Ну... Заниматься ябланской хуйней. Америка желает зла. А России по телевизору сказали. Никто не желает никому зла. Это все... Иллюзия. Какая Америка? Это кто? Это дом какой-то американский. В котором там... Или какие-то здания. Или... В которых какие-то люди. Или конкретные люди. Что? Группа... Не знаю... Там... Каннибал Корпс. Желает тебе зла. Она тоже Америка. Вроде как, да. Или там... Не знаю кто. Какой-то режиссер Тарантино. Желает тебе зла. Он тоже Америка. За каким политическим строем стоит будущее. Если оно у вас есть. А я не знаю у кого у вас. У вас это кто? У тебя конкретно? У вас. Я не знаю что у вас есть. Но... За политическим строем. За твоим политическим строем. Вот как ты выстраиваешь политику вокруг себя. А вот так оно и будет. Вот за этим будущее. Если ты ее выстраиваешься. Если у тебя есть какая-то политическая... Ну смотри что такое политика. Какое-то... Твое отношение к твоему локальному государству. Где ты живешь. Где ты находишься. С кем ты общаешься. Дома. Родители твои. Мама. Папа. Сестры. Братья. Тети. Дядя. Жена. Дети. Вот это твое государство. С ними какую ты политику выстраиваешь. Какова твоя политика. Политика чего. На чем ты сконцентрирован. Когда взаимодействуешь с теми. Кто находится внутри твоего государства. Твоего домашнего. Локального государства. Что оно является вот этим вот... Проектором. Твой дом. Твой центр. Где ты находишь. Где ты отдыхаешь. Где ты срешь. Где ты ешь. Где ты спишь. Это и есть твой проектор. Из которого исходит вот эта вот вся остальная вот... Киношка вокруг. Ты центр. Ты источник того, что происходит вокруг тебя. И вот если у тебя есть какая-то политика. Если у тебя есть какое-то здравомыслие. Если ты не срешься дома. Если ты можешь быть примером для тех, кем ты недоволен. Кого-то осуждаешь. Кого-то считаешь врагом. Не знаю. Лугуном. Хитрецом. Подлецом. Ты для этих людей кого-то осуждаешь. Политиков. Да. Вот этих вот. Ты можешь быть для них примером? Если да. Если это правда так. Тогда все в порядке. Они полностью все-все-все люди. Включая политиков и врагов твоих. Отражение тебя. Они все показывают тебе тебя. Значит, вот твоя политика. Вот твоя политика. Что ты, то и вокруг. Что ты, то и Путин. Что ты, то и Зеленский. Что ты, то и вот все. И президент Америки. Все-все-все президенты. Вот все вот мерки. Что ты видишь в них? То есть ты. Они отражают твои процессы. Все процессы, которые происходят у тебя дома. Они отражаются вокруг в этом мире. В этой жизни. Все твои страхи. Все твои переживания. Все твои сомнения. Все твои недовольства. Попытки что-то там изменить. Улучшить. Победить. Наказать. Установить справедливость. Это все вот процессы твоего ума. Я скажу, что такое подсознание. 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 Это то. Что. Является твоим сознанием. Но ты как будто бы это не твое. Как будто бы. Ой, ой. Не хочу в себе это знать. Не хочу в себе это видеть. Не хочу быть таким. Вот какую-то маску. Да. Ты показываешь людям. С какой-то маской ты. Начинаешь какую-то роль играть. Выебываться. Кого-то из себя изображать. Кем-то там. Себя. Презентовать. Да. Да. И все время вот это маска. Все время пиздишь. И вот то, что является тобой. Оно там живет своей жизнью. Вот там полный бардак. Потому что это вообще-то тобой никак не рассматривается. Потому что на это хуй забил. Там какой-то пиздец. Еблана нанис. Уебок, блять, маньяк. Внутри. Вот это и есть подсознание твое. Которое ты скрываешь. От других. От всех. Оно становится подсознанием. Оно становится своей жизнью живет. И оно постоянно выходит на рану. Ты все время им становишься этим. Кем ты держишь в своем подсознании. Это периодически им оттуда все время это вылазит. Всплывает как говно. Постоянно. Как труп. Всплывает. Это его. Подсознание это труп, который ты пытался утопить. А он там вспух и всплыл. И ты его все время топишь. Он всплывает. Вот это твое подсознание. Хуйня. То есть. Говнище. Как залезть в подсознание на стену. Мы про это и рассказываем. Перестать. Себя все время презентовать какую-то хуйню. Нелепую. Которую ты сам не веришь. Презентовать ее. Думаешь, что типа так правильно. Думаешь, что типа так тебя по головке погладит. И скажут. Молодец. И ты все время за кем-то повторяешь какую-то хуйню. И пытаешься вот все время что-то из себя изобразить. Ну, за исключением там, конечно, причесочку можно там поправить. Очечки классные, как у меня. Купить. Это нормально. Я не люблю на себя смотреть в ябланских очках. А вот эти мне очень нравятся. Это нормально. А вот все время кого-то умника из себя строить там или сильного, или, блядь, слишком крутого, или там какого-то, какого, блядь, серьезного. Вот важность какую-то свою все время демонстрировать. Одно дело играть в важность, да, как я сейчас играю. Вот такой вот весь лежу. А другое ее демонстрировать все время, блядь, через какие-то негативные эмоции. Вот. И потихонечку убирай это. И вот одно подсознание это. Выпускай его как говно. Просто пусть оно сольется, не копится. Сливай его, сливай, сливай всю эту хуету. Не скрывай ее. Не подменяй ее ничем. Пусть она течет, стекает в канализацию. Пусть чистая вода начинает течь. То есть, которая не ты вообще, и ты никем, ты никто. Ты никто. И никем ты не будешь. Ты можешь во что-то поиграть, но только то будет ценно в твоей игре, что сыграно тобой на сто процентов. Не просто сыграно, а прожито. Сыграно с проживанием, как в актерском мастерстве. Ты должен быть настолько четким в этой роли. А роль четкая когда у артиста? Когда он не сам по себе играет, а когда взаимодействует с партнерами. Когда учитывает их градус, их подачу, их образ. Пусть даже хуже сыгранный, чем тобой. Но ты от этого идешь, от этого отталкиваешься. Только тогда твоя роль. Я про актерскую даже профессию сейчас, не про жизнь. Только тогда твоя роль складывается, когда ты взаимодействуешь с пространством, а не спотыкаешься, как ебланда, думая только о своей руле, что ты делаешь, что ты играешь. Тогда ты вообще нихуя не видишь. Ты падаешь, спотыкаешься, мимо стула садишься, что-то у тебя там задеваешь. Хуйня получается. Я уже молчу про то, что ты вообще не видишь в упор партнеров, актеров, которые что-то там тоже делают, а ты его сам по себе не видишь. Эта техника, кстати, актерская техника во многие, особенности системы Станиславского, это прям дзокчен, это не знаю. Это вот то, что может быть применимо как инструмент для просветления. Если этими техниками владеть и их использовать для жизни, они могут быть вам очень полезны, потому что жизнь – это тот же самый театр, это та же самая игра. Вы вот то, что вы думаете, что я актер. Нет, актеры вы, и вот то, что вы делаете в жизни – это ваши роли. И вы их можете исполнять достойно. А как это сделать? Видеть, слышать, замечать, взаимодействовать. Идти и понимать только себя. В тот момент, когда ты идешь от партнера, от другого, от внешнего мира отталкиваешься. Ты от внешнего понимаешь, кто ты есть. Только видя, замечая объективный внешний мир, ты можешь понять, кто ты. Только в этот момент ты понимаешь, что тебе делать, что чувствовать и как жить. Когда ты в домике, блин, закрылся и пытаешься там что-то себе придумать, вот хуйня получается. Все твои придумки, они вообще нахуй тут никому в пазлы не всрались. Только когда ты определил пазл другого, потому что ты источник, только ты можешь, от тебя все идет. Ты не должен ждать, когда кто-то тебе приднесет все, да, сделает за тебя. Только ты ответственен за все, что происходит вокруг. Только заметив этот пазл, ты сможешь подстроиться, интегрироваться в эту реальность, и тогда ты понимаешь, кто ты есть в этой реальности. Какое значение ты здесь имеешь. Ты недостающий пазл, и эта реальность не будет работать, пока ты не интегрируешь себя, пока ты не подстроишься, подточишь себя в этот. Это не значит прогнуться, да, по-макаречески, а это значит понять, как ты можешь, чем ты можешь быть полезен в том, что уже и так существует помимо тебя. Как ты можешь интегрировать себя, а себя ты можешь понять только через другое. Ты можешь понять, кто ты, только увидев, заметив эту реальность, этот мир этих людей, и ту подачу, которую они тебе делают. Подачу. Делают не сами по себе, а делают для тебя, чтобы ты нашел себя, чтобы ты себя осознал и проснулся. понял, кто ты, чтобы ты завершил вот этот путь к себе, чтобы ты к себе вернулся только через других. Все это тебе показывают. И родственники, и друзья, и президенты. Все. Все. Ситуации. Любовь. Весь мир. Постоянно. Каждый его фрагмент этой реальности устремлено к тебе, чтобы ты обратил на них внимание. Чтобы ты не сказал, надо забить на все хуй. Все должно быть, а мне похую, а мне посрать. А они орут, а мне насрать. Они что-то вякают, а мне похую. А меня это не колышет. Вот это самая большая ошибка. Тебя колышет. Ты слышишь. Ты это принимаешь. С этим работаешь. И благодаришь за это. За все, что угодно. За любую, казалось бы, хуйню. Ты благодаришь, используешь это как подарок. Используешь это как возможность от этого оттолкнуться. Даже если это хуйня, типа валун, да, в потоке твоего движения. Ты его используешь, чтобы оттолкнуться и найти удобную и интересную, новую, интересную для тебя траекторию движения. Не все время и пиздячить прямо, а и не плыть по течению, как еблан, как кусок говна, а использовать этот поток со всеми его препятствиями для изменения и разнообразия траектории движения в этом же потоке. В этом большая разница. Те, кто думают, что буддизм – это значит плыть по течению. Вот это большая ошибка. Не плыть и не грести против. Можно на катере, да, если ты дошел до такого, ну, состои. Ну и, панды, в катере ты тоже используешь препятствия для сменной траектории. Пока нет катера, плыви сам. Ну и как плыть? Те несет поток все равно. И ты хлоп-хлоп-хлоп меняешь и тебя выносят. Интереснейшим образом твоя жизнь становится увлекательным спектаклем, увлекательным путешествием, интересным таким сюжетом. Не в одну дуду, а с различными явлениями дуальности этого мира. Противоположности, то есть отражение. Ты постоянно встречаешься со своей противоположностью. Но эта противоположность и есть ты, потому что оно отражение. Только в этом смысле оно противоположно. Оно напротив противоположено. Это ты, это зеркало твое. Оно обратная сторона, да? Что левое, то правое стало, да? Вот так оно. Володь, а нет, окончен. Сцена 3.14. Когда мясник вылетает в окно. У тебя будет костюм и джачок. Хочешь, на площадке мы его дооденем? Да. Жилетка вот та бордовая, которая была. Хорошо, нет. Давай пиджак сюда, я надену его здесь. Через сколько? Пять минут пойдем. Пойдем сейчас девочек, да поправим. Ну все, пять минут. Разрезвелся ты с женой. Тянет обратно. Она вроде как изменилась. Это мешает мне двигаться. Дальше баба снова что делать? Ну попробуй с женой встретить. Все то же самое. Все те же самые сценарии. Ты будешь отрабатывать с женой, как бы она не изменилась. Все будет то же самое. Но ты не поймешь и не поверишь в это. Все равно ты туда придешь к ней. Пока не этот опыт не получишь. Там все будет то же самое. Нормально же пообщались. Правда? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.